Приветствую вас. Да, конечно, отношения могут быть и между людьми более сильно различающимися по возрасту. Но проблема, которая скроется в такого рода отношениях, она заключается в том, что люди не могут воспринимать своего партнера как равного. То есть, если человек старше, например, ну вот в данном случае, к примеру, вы старше, ага, значит, вы старше своего мужчины на 15 лет, да? Я не ошибся? Да, вы старше своего мужчины на 15 лет. Значит, а если вы старше мужчины на 15 лет, то очень важно, чтобы вы не воспринимали его как ребенка своего, чтобы он не был для вас слишком молодым, и чтобы он себя рядом с вами чувствовал мужчиной. Вот. Так же очень важно духовное единение, духовное принятие, потому что без этого, без духовного принятия, без духовного единения Ситуация работать не будет просто потому, что возраст вас способен отдалить, да? То есть, грубо говоря, если вам 45, мужчина 30, то когда ему будет 40, вам будет 55, то все будет разная возрастная категория, вам будет сложно. Вот. И, как бы, пройти через этот естественный фактор можно только в том случае, если есть полное духовное принятие другого человека. Если есть, образно говоря, любовь. Вот. То есть, вы пока вот друг другу понравились, как вы говорите, ну, я бы здесь рекомендовал бы, знаете, получать просто удовольствие. Получать просто, вот просто стараться, просто стараться просто получить удовольствие, да? То есть, как бы, вот вы, допустим, сейчас встречаетесь, да, к примеру, к примеру. Вот. Ну и, соответственно, встречаетесь, встречаетесь на здоровье. Я думаю, что это очень здорово, что-то вы встречаетесь. Встречаетесь на здоровье, наслаждайтесь друг другом. Вот. Вот. Если, если вопрос стоит вот так. Злазайтесь друг другом никаких проблем нет. Но на будущее я все-таки подострел бы вас строить планы. Такие вот прямо, знаете, серьезные планы. Потому что, для любви, наверное, прошло слишком мало времени. Именно для того, чтобы возникло, ну, возникло такое чувство, как любовь, да? Ну, вот. И, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, любовь, она появляется не сразу. Она появляется даже не через, условно говоря, там, ну, не через месяц, да. Вот. Поэтому старайтесь, вот, если вы в отношениях сейчас, просто ничего не ждать друг от друга и просто насладайтесь тем, что у вас есть. Если ваши отношения завершаются, ну, нужно быть благодарными друг другу за то, что эти отношения стали возможными, за то, что они какое-то время делали вас счастливыми и за то, что они вообще были. Вот. Если отношения продолжатся, ну, опять же, самый лучший вариант, это жить вот прямо с тем, с настоящим моментом, не думая о будущем. Ну, я имею в виду о будущем отношениях, не думая, конечно. Вот. Вот. Вы захотите уйти, мужчина захочет уйти, это выбор абсолютно нормальный, естественный. Одним из ключевых моментов является именно наличие общего фундамента у ваших отношений. И мне кажется, что вот на дни, да, над выработкой вот этого общего фундамента, общего отношений вам нужно работать, да, чтобы между вами всегда было как можно больше общего, чтобы вы могли получать удовольствие постоянно друг от друга, чтобы у вас было много всего общего, чтобы была куча вещей, которые бы вас объединяло. Вот. А, мне кажется, вот так. Мне кажется, такая вот история, такая ситуация. Ну, это всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.